Арест отменяется, порука применяется. Соломинский суд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко под личное обязательство 18 депутатов от Народного фронта и одного министра, назначенного по квоте этой полицилы. Судебное заседание, в отличие от вчерашнего, прошло сравнительно быстро. За процессом наблюдала Елена Митясова все детали в ее материале. Второй день судебной эпопеи томительным не стал. Небольшая процессуальная прелюдия. Прокуроры зачитали суду об основании своего подозрения. Девать ущерб, который нанес Мартыненко госказни, составил 18 миллионов долларов. Эти средства якобы были выведены из бюджета государственного горнообогатительного предприятия в пользу австрийской компании. Та обязалась поставить в Украину уран, хотя подобной деятельностью не занималась. Продан демчишин на сали, которые подтвердили, что никаких дозволов на проведение такой покупки они не давали. Не поддерживают ее. Вважают, что проведено за межами компетенции предприятия. До что, Эрмана, я отношения не имею. Схидный герничный сбогачивающий комбинат добывает до 800 тонн урана на рік. Украина споживает в рік до 3000 тонн урана, но где-то меньше. Как он закупируется в России, шановные коллеги? Выслушав две стороны, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. Взять Мартыненко под стражу сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в 300 миллионов гривен или отпустить на поруки министров и нардепов. Последние перерывом воспользовались. По полочкам разложили журналистам. Суть дела. Мы считаем, что Национальное антиокрупционное бюро станом на сегодня перетворилось в приватную, извините за жаргон, контору. Все они вместе действуют, на жаль, для лоббиевания политических интересов, в будущей политической силе, которую они видят дальше в владе. Это единственный тиск, про который может идти себя. У судей Бобровника за последние 4 месяца не было ни одного решения, которое приняло в пользу со стороны защиты. Все в сторону НАБУ, уважаемые НАБУ. Вы должны действовать по праву, праву, которая существует в нашей стране. Мы, находясь тут, хотим, чтобы суд довел. Если Мартыненко винен, мы его первым засудим. Если нет, перед ним извините. Издалека за судебным процессом следит руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Он все это время караулит у здания суда. Если я зайду, будет любой какой-то мой захист, поднятие позитивных исходов, может подтверждаться как влияние на старый процесс, на суд. На самом деле в Украине коррупция политически мотивована. И что бы мы не сделали, завжди будут кричать, что политические замовлены. Такие наши реалии. Но мы должны понимать, что мы не популисты, мы не политики, мы юристы, мы прокуроры и детективы. Мы должны делать свою работу в рамках КПК. И вот долгожданный вердикт. Суд отпускает Николая Мартыненко на поруки нардепов и министров. При этом запретив общаться ему с замом главы НАК «Нафтагаз» Сергеем Переломов, вторым подозреваемым, и рядом руководителей государственных иностранных компаний, которые фигурируют в деле. Мы в суде переломали тенденцию абсолютно не цивилизованную, абсолютно неправовую, абсолютно політизованную. Потому что когда клеят, извините, криминальную справу, сразу человеку пакует в СИЗО и отвечают о перемогу. Я готова идти в суд по всем фактам, которые назвали прокуроры, и доводить свою невинность в этих всех вопросах. Вважаю, что я до этой криминальной справы отношения не имею. Это компромисс, чтобы как-то не было, но была мера сопротивления захода. Его штучно, его прозвище привязывают к этих злочин, штучно и с надуманных подстав инкриминуют эти криминальные нормы. Прокуроры сразу же заявили об апелляции. Но поражения прокуроров на этом не закончились. Суд отпустил на поруки и второго фигуранта, заместителя главы НАК «Нафтогаз» Сергея Перелому. Для него прокуратура также просила взятие под стражу сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 150 миллионов гривен. Но бой на этом не проигран, заявили в САП. У них есть еще два месяца, чтобы собрать и передать в суд доказательства по делу Мартыненко. Елена Митясова, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер.